В последнее время «Саратов Энерго» ведёт активную борьбу с должниками. Не оплатил в течение двух месяцев сумму, указанную в платёжках, всё считает и в чёрном списке. Приедут и отрежут от электричества, даже не посмотрев, что долги уже оплачены. Так случилось и с пенсионером Василием Воробьёвым, для которого отключение света за долги, которых нет, закончилось инфарктом и смертью. Вдова Василия Васильевича около трёх месяцев приходила в себя, а потом решила рассказать трагическую историю в СМИ. Фактическая задолженность на 19 число, согласно данных бухгалтерии и присланных платёжных поручений, составляет 300 рублей. На 1 декабря. Это был просто текущий платёж. Они приехали электрике, поставили вышку, потому что он видит, что эта машина отключает электроэнергию на столбе. И сказал, что он объяснил им, что он оплатил. Когда они сказали, покажите квитанции об оплате, и пошли смотреть счётчик. В этот момент он вернулся с квитанциями и уже в таком взволнованном состоянии он упал при них. Отключение производит организация Облкоммунэнерго. Её сотрудники предупредили Василия Воробьёва. После обеда ждите с визитом. Данные о должниках этой организации передаёт Саратовэнерго, ресурсоснабжающая организация. Но в этих документах нет конкретики, сколько и за какой период времени должен человек. Перед тем, как приехать на отключение, Облкоммунэнерго позвонила в Саратовэнерго. Они говорят, мы всегда звоним, чтобы сопоставить. А вдруг человек оплатил. Они категорически им сказали, что мы, вернее, Василий Васильевич не оплатил эти деньги. Зато эта самая конкретика должна быть в бухгалтерии Саратовэнерго. Почему же там решили, что гражданин – должник? Написали мне, прямо вот на листочке, это есть Малькова, что на 1 октября у него задолженность 3270 рублей, а до 19 числа уже у него прошла оплата 2505 рублей. Хотя, по данным бухгалтерии, которая присылает нам квиточки, вот квиточки присылает, у него всего задолженность на эту дату была 324 рубля 38 копеек. Это текущий платёж. У него был долг 2270, он его 14-го, 10-го оплатил. То есть, в Саратовэнерго, были эти данные, начислено за октябрь 235 рублей. Он их 11-го, 11-го оплатил 235. В ноябре ему принесли, вот в декабре, квитанцию 324 рубля. Ну, это уже мы оплатили без него. Вдова Наталья Фёдоровна обратилась в Саратовэнерго с официальным письмом, попросив озвучить сумму долга, а также, когда было сделано предостережение об отключении. Ей ответили, что сумму можно узнать из платёжек. В платёжных документах, которые нам прислали, текущая задолженность 300 рублей. Также сообщаю, что с вами нарушены условия действующих законодательств в части оплаты потреблённой электроэнергии. Какая может быть просрочка, если эта вся задолженность, 2200 рублей, была оплачена ещё в октябре и в ноябре месяце. Так как вами был оплачен долг за потреблённую электрическую энергию, указанное в предупреждении, хотя его не было, ограничение подачи электроэнергии по высшему указанному адресу Саратовэнерго не производилось. Человек умер, естественно, они не могли подъехать, он лежал, отрезать. И они теперь говорят, что это, как бы, ну как сказать... И что и не было этого. И не было ничего. Всё, всё чисто, всё гладко. Единственное, не знаете, как мне ответили Саратовэнерго? Все умирают, и в магазинах даже. Руководство Балаковского филиала Саратовэнерго на контакт не идёт. Мы обращались за комментариями к директору организации Александру Ванюнькину и на оставленный секретарю номер телефона не перезвонил. Во время второго визита в офис компании нас отправили в пресс-службу, расположенную в Саратове. А в обл. Коммунэнерго, наоборот, оперативно дали комментарии. Да, это их организация занимается ограничением потребителей в электроэнергии, но делает это после предписания Саратовэнерго. Когда туда приехали, Воробьёв вынес все свои платёжки, показал, что у него как бы там всё проплачено. Мы связали с Саратовэнерго, чтобы они уточнили. Мужчине пообещали, что не будем вас отключать, пока они разбираются. И как бы после этого, у него не знаю, что по здоровью случилось, он как бы вот инфаркт или тромб там оторвался. А какие вы должны быть ограничения? Большой долг или в течение какого-то периода? Это вопросы не к нам. Это в Саратовэнерго. Они нам уведомления присылают без суммы долга. Просто отключить. Просто адрес, дату и когда отключили. В таком случае, когда вы понимаете, что вроде долго нет, вы звоните? Я звонила сама лично с места, когда с ним вот произошло. Я ещё раз позвонила. Мы до этого позвонили, переспросили. Спросили, отмена будет, отмены не будет. Нет, отмены, естественно, мы должны исполнить. Даже функции о том, что мы не должны уведомлять потребителей о том, что мы приедем их отключать. Их должна уведомить сначала с бытовой организацией. Это на данный момент у нас Саратовэнерго. За подключение тоже нужно что-то платить? Это тоже не к вам? Мы деньги из потребителей ни за отключение, ни за включение не берём. Это всё Саратовэнерго. Соседка, которая стала свидетелем визита энергетиков и вызвала скорую помощь Василию Воробьёву, уверена, если бы не этот трагический случай, то сосед был бы жив. Мол, на здоровье он не жаловался. Но, видимо, сердце мужчины не вынесло несправедливости.